Привет всем, привет всем! С вами Лига Мюзик Варс, а значит сегодня речь идет опять об очень интересных событиях в Мюзик Варсе. Итак, давайте разворошим ту тему, на которую не поднимались вопросы с 2018 года. В общем, переговорив с Санчесов, он честно сказал, я когда-то делал видос, это было года 2-3 назад, и все. После того, как мне ответили, что это механика, она так и должна работать. В общем, вопрос сегодня по поломкам в резиденции. Многих, я знаю, бесит просто колоссальное количество поломок, потопов, нашествия крыс, пожаров, которые проходят постоянно, просто бесконечно. Плюс еще дополнительно сделали захват зданий. Если у вас группа там человек 20-25, ждите вас постоянно, будут нападать через каждые 3 дня, и поломки, захваты просто не прекращаются. Что же мы имеем? Давайте перейдем в саму резиденцию и немножко посмотрим по поводу математики. Итак, у нас резиденция выстроена, получается, до 14 уровня. То есть, 14 уровень. Вот у нас смотрим, да, тут, 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 у нас даже нет 15-го. На 15-е, чтобы построить надо 600 тысяч, ребята, 600 тысяч кирпичей. 400, видите, мы еще накопили с горем пополам, да и то за счет войны машин. Мы очень долго прям сражались, чтобы выстроить одно здание. Это здание мы строили месяца 4, если не больше, то есть, когда вот это все собирали. Поломки бесконечные нас просто выбивают из колеи. А теперь, построив это здание, если оно у нас ломается, все, у нас все встает. Просто вся стройка, вообще все здания у нас просто встают. Причина этому элементарная. Итак, за все количество. Сейчас мы выполняем 8-е задание из 10-ти и за это мы получим 1450 кирпичей. Соответственно, следующее будет 1700, там, да, ну, грубо говоря, там 2000 это топовое задание. Заданий 10, да, в общей сложности. Если сложить все суммы, вы получите примерно около 15 тысяч. Ну, плюс-минус, давайте 2000 кирпичей возьмем. То есть, от 13 до 17 тысяч кирпичей вы получите все зависит от сложности самого задания. Ну, и поломка одного здания на 14 этаже стоит 100 иером тысяч, понимаете? Вот просто, и у вас получается, вы всю неделю пахаете, да, всю неделю пахаете, чтобы починить одно здание. Если же вы выстроили здание, да, какое-нибудь на 15-м, да, этаже, или на 16-м этаже выстроили, что, поверьте мне, 90% групп просто физически не может. Мы еще в рейтинг перейдем с вами и посмотрим. Ну, а, блин, ну, ладно. В общем, давайте сейчас сначала в рейтинг, а после рейтинга давайте перейдем на форум. Я вам покажу, почитаем и согласитесь вы со мной, не согласитесь по поводу этой темы. Я предложу свой вариант решения проблемы. А сейчас рейтинг групповой. Итак, за все время, да, ну вот возьмем, да, получается. В клубе, ребят, мы 24-е за все время. Давайте возьмем кого-нибудь, ну, вот выше нас, да, вот, допустим. Давайте 19-й. Вот, группа Влад Стайл. То есть рейтинг группы, все, есть резиденцию. Давайте перейдем на резиденцию. Итак, у ребят резиденция 13-й уровень, а они выше нас находятся. Давайте дальше, да, кто здесь еще? Династия, ну, ладно, династию нет. Давайте, вот, Elite Music Club. Давайте их посмотрим. Резиденция, да. Поехали, поехали, поехали. 13, 14, 14. При этом имеют уже сломанные здания с пожарами, да. Что, ребята, не справляетесь? Проблема с постройками. А не кажется, что механика не работает? Стараюсь в этом видео немножко не материться, в общем, чтобы... Чтобы было понятно. Но самое интересное, вот, давайте перейдем, ребята, к Старфеллам. 21 человек. Это топовая группа, уже обсуждали их. Давайте посмотрим на резиденцию у Старфеллов. Вот такая вот резиденция у Старфеллов. Знаете, что они делают? Они копят на 16 этаж. А вот когда они накопят на 16 этаж и построят, что они здесь хотят, ремонт вот этого будет стоить около 300 тысяч кирпичей. А 300 тысяч кирпичей можно заработать только если вы будете постоянно, бесконечно бить. То есть по 10 заданий вы будете выполнять. Это первое условие. Второе. Обязательный актив. И ни одной поломки не должно быть, чтобы вы подчинили, сука, одно здание. Одно здание на 16 уровне. Вот такая вот, ну, большая, огромная... Опа! Ну, в общем, всего вот этого вот. Чисто из-за вот неправильной немного механики распределения. Тут надо подходить кардинально. Ну, давайте перейдем в 18-й год, когда вообще была первый раз затронута эта тема. Итак, в общем, тему, ребята, в 2018 году, да, создал у нас просто Крис, насколько я понял, да. Здравствуйте, уважаемая администрация. Хочу внести предложение на тему оптимизации системы поломок президенции. Существующие на данный момент решения выглядят достаточно сыро. Думаю, с этим согласны не только многие игроки из ведущей группы во всех стилях, что я сейчас говорил. Но и разработчики проекта. Вот что я предлагаю. Все равно происходят всякие пожары, потопы, эпидемии. Логично, чтобы цена росла в зависимости от того, сколько катаклизм будет находиться. Чем он с самого начала меньше, тем меньше цена. То есть, соответственно, и по мере, короче, 24 часов эта цена возрастает до максимума, что возможно есть, то есть, если вы не успеете ее починить. Это, по крайней мере, одно из предложений такого. Да, действительно, неплохая цена, варьируемая от количества ремонта. То есть, допустим, минимальный ремонт от 10%, от 5% получается, до 50% от общего числа ремонта здания. Неплохая идея. В общем, посмотрите, тема действительно создана в 2018 году, тогда это все еще поднималось. 53, ребята, ответа. И вопросы вот к администрации, давайте еще раз, не вопросы, вернее, предложения к администрации. Переходим. И она в топе до сих пор находится. 3500 просмотров, ребята, вообще просто. Последнее сообщение в апреле 2021 года. То есть, понимаете, эта тема бесит, продолжает многих. То есть, ну, я понимаю, понимаю, вот многие группы, потому что у нас также лидер, он его бесил, говорит, я не успеваю ремонтировать здание. Каждую неделю, вот где-нибудь скрины, короче, я сделаю где-нибудь, ну, вот так поставлю. И скрины, и каждую неделю потоп, пожар, крысы. Каждую неделю. То есть, это 3 недели, да. В каждую неделю, получается, у нас минимум на ремонт уходит около 100 тысяч кирпичей. То есть, все, что мы зарабатываем, мы просто тратим тупо на ремонт. Все, то есть, а как же развитие? Куда развиваться дальше? Группа, получается, стоит, она дошла до 14-го, она перейти не может ни на 15-й уровень, ни выше. Ну да, ввели, понимаю, война машин. Да, война машин, да, ввели, хорошо. Давайте войну машин. Награды. 250 тысяч кирпичей. Хорошая награда, классная награда. Но в эти ранги, вот с первого по десяти, попадают те топовые группы, на которые я делал в свое время обзор. А эти группы, ну, то есть, получается, у них уже построены там по 14 этажей. Для них 250 тысяч, это вообще ничто. Мы вообще вам занимаем внизу место. Мы получим 140 тысяч кирпичей. Это, знаете, зачем? Чтоб одну неделю у нас был запас. А если у нас сломается еще раз здание 14-го этажа, мы все 140 тысяч кирпичей просто все туда вольем. Просто все вольем и все. Я вообще очень сильно бомбил на стриме, те, кто был. Ну, здесь я стараюсь держать себя в руках, не материться. Я прям, я прям очень стараюсь. Ну, надо иногда, вот, надо иногда что-то делать, как-то переходить, как-то разговаривать. Именно по поводу модернизации. Мы все с вами играем в эту игру. Большинству игра нравится. Вот, понимаете, нужно развивать, нужно развивать, нужно что-то делать. Давайте будем вносить предложение. Проходите по теме форума внизу, голосуйте в обязательном порядке за изменения в резиденции. Пусть хотя бы сделают какой-то формат. Либо делайте так. Нажимаем техподдержка, создаем тему и прямо называем поломки резиденции. И в этой теме создаем. Пожалуйста, просим рассмотреть вариацию на изменения поломок резиденции, либо, ребята, награды за задание. Именно получается вот эта вот самая нижняя строчка, которую вы заполняете, где вы получаете около 15 тысяч кирпичей. Это мало. Это мало. И многие группы не могут перейти порог. Они не могут перейти даже построить 15 этаж. Потому что здания, которые вот здесь постоянно ломаются, они требуют примерно от 80 до 100 тысяч кирпичей. И они просто подчистую сносят все кирпичи. У нас их нету. Мы тоже все полностью бахаем на ремонт. Просто на ремонт все уходит. И до 11 зданий у нас вылетает. Но это не только у нас. Вот на скринах вы видели. Нам прислал Havk71. Он лидер другой группы. То есть он также возмущен этим. Но поверьте мне, скорее всего, в комментариях, которые вы будете оставлять, там, наверное, много таких людей просто, кто есть. Итак, просто Крис, который создавал тему, он предлагает сделать от 5 до 50% получается, да? От общего. В зависимости от того, сколько стоит поломка. 1, 2, 3, 24 часа, да? Неплохая идея. Согласен. Но можно и оставить то, что сейчас есть, да? Но увеличить в 2 раза награду. В 2. Да, блин. Нет, в 1,5 мало. В 1,5 мало никто не выйдет, получается. Вообще, никто не зайдет, даже в 1,5 раза, если увеличить, никто не зайдет на 15 этаж. Это я не знаю. Это надо все сломать. Видели у Старфеллов? Вот я специально зашел в группу. Они строят одно... И так у всех. И так у всех. Кто есть. У кого есть резиденция. Если они хотят построить здание 15 уровня, 16, вся резиденция сломать. Вся. Они ее не чинят, ничего не делают. Копят просто тупо кирпичи. И вся резиденция уйдет. И чтобы потом ее подчинить, уходит 2 месяца. 3 месяца уходит. Да? Вот на все, на всю эту подчинку. Вот это... Вот... Тут я по таким темам вообще... Вот я не люблю делать видосы, потому что они очень больные. Понимаете? Вот я делал тему помехам. Я говорю, ну... Не получается выдавать, да, ключи нормально. Нет, будет высыпать... Вот просто серые сыпят пачками. И все. На кошмарках пишут, блин, люди пишут. По 6 зеленых ключей. Какого... Рав, ну... И здесь так же. Понимаете? Вот они просто не хотят. Вот... Не хотят идти на диалог с игроками. Итак... Итак, давайте подведем небольшие итоги. А то я... Понимаете? На такие темы я могу бомбить бесконечно просто. Просто бесконечно. Можно ходить еще по группам, ходить по форумам, да, писать вот это все. Но я предлагаю сделать что? Создаете тему в техподдержке, пишите модернизация резиденции, добавляете ссылку на это видео, добавляете ссылку на форум и пишите внизу. Маша, предложение. Сделать ремонт по времени, как предлагает просто Крис. И либо сделать увеличение награды за кирпичи, как предлагает докторишка. Ну, в общем, либо так, либо так. И посмотрим. Но самое интересное, поймите, я буду смотреть за тем, как вам ответят. Пишите мне в ВК, что вам ответила администрация. И я обязательно сделаю еще одно видео. И сделаем другой флешмоб о том, что типа, либо вы играете с нами, либо вы считаетесь с игровым сообществом, которое играет в вашу игрушку, который вам деньги донатит. Либо, получается, либо все остальные, в большинстве случаев, просто забьют, либо пошлют вас так же. Как это сделали, понимаете, многие игроки уходят, но понимаю, из-за дропа здесь все. А это механика игры группы. Надо бы задуматься. В самом начале резиденция была прекрасна. Но придумали вот это вот, и все, и покатилось. Так же, как вы придумали первые 20 минут в Башне Смерти. То же самое. Кто в нее играет? Зайдите, посмотрите. 4. 4 или 5 даже, да, там, 4 или 6. Максимум наград за сутки. Я вообще много могу, говорю, бомбить, ладно. В общем, создаем техподдержку, создаем темы. Все ссылочки в описании, как всегда. С вами был Доктор и бомбил просто от души. Перемен требуют наши сердца. Перемен требуют наши глаза. В нашем смехе и в наших слезах и в пульсах сывен. Перемен. Мы ждем перемен. Перемен.